Игорь Волков в центр занятости приходит не впервые. В период пандемии мужчина потерял работу, а сидеть дома без дела не привык. Поэтому обратился к услугам центра занятости. Здесь после регистрации по его запросу подберут вакансии, и Игорь уже сам будет выбирать приемлемый для себя вариант. – Хотелось бы достойную зарплату. Раньше работал перед тем, как устраивался в том году, работал на хорошей работе, получал приемлемую достойную зарплату. Надеюсь, что что-то подыщет в этот раз, попадется, говорят, очень много вакансий. Сейчас посмотрим, что предложат. Вот пришли. – Вижу, очень много людей приходят, как бы, и многие разговаривают, что находят, конечно же, подобно себе зарплату. То есть, кого-то устраивает, например, одна зарплата по своей профессии. Я вот по своей профессии ожидаю, может быть, подыщут что-то подходящее и с удовольствием воспользуемся, конечно. Работать Игорь хочет водителем. И шансы на то, что мужчина найдет себе хороший вариант, велики, потому что это специальность в цене у работодателей. Сейчас на рынке труда условный слесарь или инженер более востребован, чем юристы или экономисты. И, как всегда, на рынке ощущается дефицит медицинских и педагогических работников. Большим спросом пользуются у нас и профессии рабочей сферы. Это водители различных категорий, это слесари, это токари, плотники. Также в большом дефиците сейчас профессии рабочих специальностей, которые не требуют никакой профессиональной подготовки. Это подсобные рабочие, уборщики, грузчики. Во время пандемии число обращений в центр занятости, конечно, выросло. Но, как показывает практика, не все, кто обращается за помощью, действительно ищут работу. Немало и тех, кого устраивает статус получателя пособия по безработице. При обращении в службу занятости все граждане получают направление для трудоустройства, но основная масса людей отказываются от работы, то есть не заинтересованы в поиске работы. К сожалению, люди в основном нацелены на получение пособия по безработице. Как правило, наблюдается сейчас низкая мотивация у граждан к трудоустройству. Иными словами, кто действительно хочет найти работу, ее найдет. Ведь только сейчас в базе данных центра занятости более 500 свободных вакансий, причем большинство от крупных частных и государственных учреждений Карачаева Черкесии. Эрнест Чуков, Назир Капышев, Архиз, 24.